МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Петр и Февроний жили 800 лет назад, но традиции любви и верности, которые они завещали, и по сей день передаются из поколения в поколение. Сегодня в программе «Самарские семьи», где живет любовь и верность, поделятся секретами супружеского долголетия. Я представляю гостей Дарья Федоровна Бойцова и Алексей Юрьевич Бойцовы. Первые гости в студии. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Я поздравляю вас с этим праздником. Недаром мы пригласили вас сегодня в гости. Первый мой вопрос, наверное, такой. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, как давно это было, и, собственно, как родилась ваша семья, Дарья? Познакомились мы 19 лет назад на Огрушинском фестивале. Мы ежегодно туда ездим. Это одна из наших традиций. Ну, это было в начале июля традиционно. И через год мы поженились. У нас родился первый общий ребенок. И с тех пор, уже вот 18 лет уже, скоро как официальный брак у нас, живем в согласии, любви. Да, Алексей, есть что добавить. Помните ли вы вот этот момент, когда вы увидели Дарью и, наверное, поняли сразу, да, вот это моя судьба, моя женщина, моя будущая жена? Да, был такой момент, была такая искорка в глазах. Притянула, сказала, что это да, это мое. Ну, хорошо. Расскажите, пожалуйста, о традициях и обычаях вашей семьи. Ведь у каждой семьи они свои, они особенные, они индивидуальные. Так вот, какие традиции семьи у вашей? Ну, как же я говорила, ну, съездим на Грушинске только с супругом, потому что это наша, как бы, дата сакральная, так сказать, место встречи. Ежегодно Новый год мы с детьми стараемся встречать у родителей, не забываем свои корни, безусловно. Бабушка с дедушкой никогда не наряжают елку, пока мы не приедем, даже если 31 число и 9 часов вечера. И когда мы все дома, обязательно мы всегда любую прием пищи, у нас нет такого, что я захотел, я пошел поел. У нас строго, ну, как по расписанию, как в школьном столовой, грубо говоря, если можно так выразиться. Но чтобы были все вместе за одним столом, всегда стараемся это делать. Ну, и какие-то желания в начале года мы пишем на листке, а потом перед Новым годом мы читаем, что сбылось у кого, а что нет. Ну, и, как правило, сбывается или нет, Алексей? Чаще всего, да, сбываются наши. Ну, а потому что, наверное, когда вот семья, и она дружна, и когда вот все силы, да, и внимание направлены на то, чтобы именно вот это желание сбылось, то, конечно, оно сбудется. Ну, вы, как глава семьи, наверное, прилагаете еще к этому какие-то вот особые усилия. Что для вас семья, Алексей? Ну, для меня семья – это, в первую очередь, благополучие, спокойствие, где я могу прийти к этой работы, отдохнуть, увидеть горящие глаза, обнять детей и приложить все старания, чтобы их мечты были ближе к... Да, стали реальностью, наверное, да? Стали реальностью, да. Ну, вот все-таки дом, конечно, это не только стены. Это, наверное, особая атмосфера, где царит любовь, уважение. Да, вы, конечно, совершенно правильные вещи говорите, но ведь порой дома и бывают проблемы, и бывают и дети болеют, и бывают и неприятности. Ну, что тут греха, как говорится, стоять? Это жизнь, и все это происходит в каждой семье. Вот, Дарья, скажите, пожалуйста, когда, ну, какие-то трудные времена бывают, вот вы как мама, что делаете в первую очередь? Ну, наверное, к мужу обращаюсь. Так я более эмоциональная, а он более разумен в этих вопросах. Я все в пылу и страсти, а он с холодной головой все думает и говорит, что все будет в порядке. А я сначала переживаю очень долго, а он спокойно ко всему относится, мне это очень помогает. Алексей, как относитесь, да, вот, к энергичной такой супруге? Огонь и лед, я говорю, Брон. Здесь прям эмоции через края, я стараюсь более рационально подходить ко всему. У вас четверо детей, два сына, две дочери. Расскажите о ваших детях. Старший у нас уже работает, все дети у нас учатся, учились и учатся в одной школе, 154-й. У нас очень замечательный директор школы, Корнилова Наталья Николаевна, большое ей спасибо. Она всем детям в нашей школе очень помогает, все-таки продвигает. И благодаря этому дети развиваются, появляются какие-то новые кружки, секции. Вот старшие, младшие трое детей у нас в музыкальной школе занимаются. Елена и Александр уже закончили, в том году получили свои дипломы, младшая дочь занимается. Александр у нас идет на красный диплом, мы надеемся, что мы закончим с золотой медалью. 11 класс в следующем году поступим на бюджет, обязательно поступим на бюджет. И Елена заканчивает 9 класс, мы, наверное, тоже пойдем в какое-нибудь профильное учебное заведение. А дочь младшая у нас пока в третий класс пошла. Детки успешно учатся, хорошо? Да, да, да. Ну что же, есть такое выражение, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с этим и воспитываете ли вы сами себя? Дарья. Самих себя воспитывать? Ну, наверное, только видишь себя в детях как в отражении, уже скорее они какие-то твои недостатки тебе преподносят, и уже со стороны, наверное, это наблюдаешь. А детей воспитывать очень, конечно, тяжело и трудно. Делаешь ошибки, безусловно, стараешься. Они на тебя тоже бывают похожи, но, наверное, их недостатки, если они какие-то бывают, сразу замечаешь, и думаешь, а мы ведь были такими же, и поэтому, возможно, они действительно на нас и похожи. Да. Позволяете ли вы детям шалить? Вот сейчас особо, да, родители, ну, стараются все-таки достаточно строго воспитывать детей, прививать какие-то высокие идеалы, но у детей, это вот лично мое мнение, и я своим позволяю, но в меру, конечно, все-таки у детей должно быть детство. Вот ваши дети, если вспомнить о шалостях, позволяли ли вы им? О шалостях? Ну, наверное, иногда, но так-то мы довольно строго их воспитываем. Наверное, у нас не повалуешь, я могу так сказать, но они, конечно, этим недовольны, но нет, разброды, шатания в нашем доме. Так, ясно. Ну, вот все-таки у вас два мальчика, две девочки, Алексей, вот сыновья ближе к вам, а дочери к маме, или, как часто бывает, наоборот? Нет, у нас чаще всего старший сын и старшая дочка, это больше, наверное, ко мне приходят, как посоветоваться, пообщаться, а младшенькие где-то к маме. Ну, вот если, да, все-таки говорить об отношениях в семье, есть ли доверие, потому что самое главное, должно быть доверие в семье, и родители, да, конечно, они авторитарны, но они должны быть, мне кажется, еще и друзьями. Вот ваши дети, вам друзья? Ну, вот как супруг сказал, разделение у нас так, двое к одному, двое ближе к другому. Ну, характеры разные у кого, кто может терпеть напор родителя, тот ко мне, кому более лояльный подход нужен, тот к папе. Алексей, ну, все-таки, да? Ну, да, папа как-то больше у нас помогает больше порассуждать и принять такое взвешенное решение, вот, а не на эмоциях сначала, а шашками рубим, а потом уже решаем. Нет, давайте сначала подумаем, поговорим, да, а потом уже с холодной головой, с расчетом каким-то уже обсудим эту ситуацию и примем какое-то решение. Ну, вот вы опытные родители, у вас старший ребенок уже вырос, скажите, а вот что делать с родителем, когда они сталкиваются, ну, вот, может быть, с подростковым мигилизмом, кстати, у вас живет тоже, да, подростки, и вы это все заново переживаете. Вот опыт воспитания старшего ребенка помогает воспитывать уже младших и средних? Или все индивидуально? Нет, все совершенно, все дети разные, тут иногда просто нужно наблюдать, созерцать, уже иногда просто ничего не сделаешь, нужно либо принять эту ситуацию, либо нет, хоть порой и хочется топнуть ногой, даже если ты топаешь, иногда это не помогает. Ну, они со временем, наверное, поймут некоторые, но мы и сами, наверное, сейчас, вспоминая своих родителей, точно так же думаем, а вы ничего не понимали в свое время. И те же фразы абсолютно наши дети сейчас говорят нам, поэтому, наверное, все по кругу, да. Да, где-то, наверное, стоит еще и отпустить ситуацию, но вот, Алексей, у меня к вам вопрос, как вы считаете, что все-таки является залогом счастливых отношений в семье? Доверие, верность и любить. Да? Конечно. Как завещали Петру Февроне, да, день любви, семьи и верности, вот как раз и праздник, да, отмечается. Ну, вот все-таки давайте такой небольшой, коротенький блиц-опрос, я сейчас называю фразу, а вы по очереди продолжайте. Дарья, если все в семье собираются вместе, то? Значит, у нас в семье большой праздник. Алексей, если все вместе собираются в семье, то? У нас большой праздник. Так, ну, давайте по-честному, давайте не повторяться все-таки, потому что... Что есть, то есть. Ну, а с другой стороны, конечно, да, когда муж и жена смотрят в одну сторону, это совершенно верно. Хорошо, Дарья, любовь это? Взаимопонимание и много смеха в семье. Алексей, любовь это? Спокойствие, верность и любовь. И любовь. Счастливая семья когда? Все счастливые приходят с улыбками домой, и никто не хочет уходить. Алексей, счастливая семья когда? Искорки в глазах, объятия родных. Ну, и Бог дает детей, чтобы, Дарья, научить нас чему-то новому. Алексей. Воплотить себя, дать им шанс воплотить себя. Ну что же, продолжение себя в своих детях, наверное, да, вот, закончу за вас я эту мысль. Вы знаете, я хочу предоставить вам заключительное слово, поздравить, может быть, своих знакомых, родных, семей с этим замечательным, на мой взгляд, праздником. Дарья, пожалуйста. Что бы хотелось пожелать? Ну, от души хочется пожелать всем, самое главное, здоровья, уважения к друг другу и не бояться трудностей. Семья не обязательно пройдут, наступят лучшие времена. Алексей, пару слов. Любви, взаимопонимание, доверие и побольше детей. Спасибо вам большое. Ну что же, а улучшить жилищные условия? Глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на приобретение жилья двум многодетным семьям, которые воспитывают по шесть детей. Торжественная церемония состоялась в городской администрации. Чем семьи могут руководствоваться? Подбирая новое жилье, узнал Андрей Горгуленко. Сэйт Белдуров отец большого семейства. У него и супруги Татьяны шесть детей. Все, кроме самого младшего, ходят в одну гимназию. Поэтому, чтобы дети без лишних лапот добирались до места учебы, родители снимают квартиру недалеко от учебного заведения. Но мечтают приобрести собственное жилье в том же районе. Самое главное, что мне нужно жилье не то что для себя, а для детей. Чтобы им было удобно ходить в ту заведение, где они учатся, чтобы им было удобно для них. А вот семья Телеляевых, у которых тоже шесть детей, хочет жить поближе к реке. Старшая дочь Валерия увлекается парусным спортом. Да и вообще в частном доме, рассказывают родители Александра и Евгения, гораздо уютнее жить, особенно после квартиры. Помогут исполнить их мечты и сертификаты на приобретение или строительство жилья, которые в преддверии Дня любви, семьи и верности семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина. Такую социальную выплату в Самаре выплачивают многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей с 2019 года. За это время уже шесть семей улучшили свои жилищные условия. Я рада, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Я понимаю, все мои коллеги, понимаю, что, конечно, семья – это основа государства. От того, что нас ждет дома, зависит спокойствие и на работе, и везде, и везде. И, конечно, вам слова благодарности, слова признательности за ваши крепкие, замечательные семьи. После вручения сертификатов глава Самары пообщалась с семьями. Гости рассказали о своих планах, о том, чем занимаются дети и куда они хотят поступать. А также, конечно, поблагодарили за такой прекрасный подарок. Есть вещи, которые делаешь с удовольствием и действительно от души. Потому что я понимаю, что это очень нужно, и это в дело пойдет. Поэтому я сама счастлива. Спасибо вам огромное. Мы оценим вашу помощь, которая очень такую значит. Завершилась торжественная встреча фотографии на память. Затем глава города пожелала родителям удачи и благополучия. Ведь им предстоит выбрать жилье, где их большим семьям будет уютно, удобно и комфортно. Ну, а мы продолжаем нашу программу. День семьи, любви и верности в Самаре в последнее время отмечается охотно. Почему именно этот день? И что движет нами желание возродить главные ценности? Институт семьи как ячейки общества, воспитание детей как основа будущего. В любом случае, это не просто плюс один праздничный день в календаре. И учитывая, каким энтузиазмом отмечают его самарцы, у нас действительно много счастливых семей. И вот одна из них у нас в студии. Вера Александровна Забанова и Денис Михайлович Забанов. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, в первую очередь поздравляю, конечно, вас с этим замечательным днем. И спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию вот так поговорить. По-семейному, кстати. И первый мой вопрос, наверное, как вы познакомились и сразу ли вы поняли, что вот перед вами ваша судьба, ваша любовь? Вера. Мы познакомились совершенно удивительно. На перекрестке двух дорог. Как говорится, глаза зеркала души. И увидев глаза... Моего будущего супруга. Я увидела в них чистоту, благородное сердце, верность добру и созидательное начало. Очень сильное. Вот только в глазах вы это увидели. В глазах, именно в глазах. И это очень сильно откликнулось в моем сердце. И, соответственно, было очень близко для меня. Ну, что же, Денис, а что вы увидели в глазах Веры? Ну, это было абсолютно романтическое знакомство, неожиданное. То есть мы до сих пор, когда проезжаем мимо этого угла... Этого места, да? Да. В районе филармонии вспоминаем, как это практически невозможный случай. То есть так было встретиться. Ну, да, и это было сразу понятно. Вы через сколько времени поженились? Ну, недолго, думаю, через несколько месяцев и поженились. Да. Ну, как в фильме «Москва слезам не верит», ну, я дам твоей маме подумать. Да, три дня хватит. Вот, наверное, да. История ваша похожа. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, о ваших детях. Ну, и, конечно, какие самые главные традиции в вашей семье? Вы знаете, когда входишь в материнство столь осознанно, это настолько ценно каждый момент. Хочется вложить в сердце, которое любишь, самое прекрасное, что есть у тебя. И поэтому, конечно, используя преемственность поколений, родителей, бабушек и дедушек, потому что вся сила рода за нашими спинами, и мы ее чувствуем постоянно, вне зависимости от того, живы ли они еще здесь, в земном воплощении, или все равно они с нами, они рядом. И вспоминая, да, несколько поколений традиции, мы их, конечно, стараемся нести в этой жизни, передавать нашим детям. Ну, например, какие? Во-первых, это все традиции, которые помогают ощущать единство семьи. Их очень много. На самом деле, это собираться все вместе за одним столом. На завтрак, на обед. Если какой-то торжественный случай, бабушки, дедушки. Мы, конечно же, стараемся вместе собираться за одним большим столом, где все делятся друг с другом своими впечатлениями, своими ситуациями, которые произошли. И это даже без слов удивительно прекрасно чувствуется вот это единство и преемственность поколений. Стараемся вместе активно заниматься спортом. Да, спорт очень большой. Да, я знаю, что вы зимой всегда катаетесь на лыжах, на коньках. Летом это походы. Обязательно. Да, это игры, также спортивные. Но вот если все-таки организация быта, как вы сказали, семейных праздников, а вера, это больше как-то женское начало, да, то вот мужское воплощение и все-таки, да, мужское воспитание, если, наверное, верно так сказать, это все-таки, наверное, организация совместного досуга и отдыха. Правильно, Денис? Правильно. С утра зарядка, то есть подъем, все по распорядку, все должно быть. Ну, как бы, чтобы образ жизни был здоровый, здоровье, прежде всего, здоровье тела, здоровье семьи. Все это у нас. Расскажите, как проводите отдых совместный, семейный? Ну, стараемся активный отдых проводить, не так просто, чтобы там... Ну, иногда хочется, конечно, и там кино посмотреть, но тоже не все подряд фильмы, а выбираем там, какие с пользой, какие пригодятся. Но в основном стараемся активно на природе проводить время. То есть у нас мячи, коньяки, лыжи, велосипеды, ракетки. Я хочу спросить вот именно вас сейчас, Денис, ваши ощущения, когда вы взяли на руки своего первенца? Ну, я помню, да, в роддоме первый раз, когда меня Вера пригласила, когда лежал еще на животе, конечно, незабываемые впечатления. Ну, и потом на руки, да, когда дали уже, не в этот раз, а через день или через два. Ну, первый раз ребенка подержать на руках, конечно, что-то фантастическое. Ну, и второй раз тоже, как, в общем-то, и третий. Какие главные постулаты для вашей семьи в воспитании детей? Вера. Это смотреть из любви, все делать с любовью, через любовь. Вот так. И в основу всегда мы ставим мир и уважение друг с другом. И это самая главная ценность. Мне очень понравился, мудрый человек сказал, что нам ничего здесь не принадлежит. Только любовь и ее глубина. И то, эта глубина не наша, но Бога. Да. Когда рождается новый человек, когда он приходит в эту жизнь, это не собственность родителей. Он самостоятельный. Мы лишь только помогаем ему жить, ориентироваться в этом мире. И вот ни в коем случае не нужно подавлять свободу решения своих детей. Ну, вот лично я так считаю. А считаете ли вы и согласны ли вы со мной, Денис? Конечно. Нужно давать максимум свободу, но чтобы это как бы не отражалось чем-то нехорошим на них самих, на нас и на окружающих. Ну, и насчет постулатов. То есть не делай другим так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот один из наших постулатов в нашей семье при воспитании. Ну, вот, кстати, есть такое изречение «семья – плод вечного счастья». С другой стороны, говорят о том, что все-таки семья – это бесконечное поле для работы. И, в первую очередь, работы над собой. Вот что такое семья в вашем понимании? Вера. Вообще семья – это удивительное родное место. И оно не связано с материальным. Вне зависимости от того, где бы мы ни находились, мы чувствуем, что мы едины. Мы знаем, что мы всегда друг друга поддержим. Мы знаем, что мы все развернем, чтобы не происходило в созидании, потому что мы в этом едины. И получается так, что мы все растем вместе. Мы растем вместе с нашими детьми и учимся любить. Потому что мы, когда приходим в этот мир, с течением времени осознаем, что мы не умеем любить. И нужно просто учиться этому. И это прекрасно, когда через нас, вот как мама, могу сказать, да, как каждая мама, она чувствует, как через женщину, да, приходит в этот мир новая жизнь. Это удивительное чудо. И для чего мы здесь? Зачем? Какое предназначение? А смысл радоваться, да, каждому моменту, который здесь. И именно чувствовать эту любовь через себя и дарить это всем своим близким. Кто рядом? А близкие кто? Ну, мы все родные люди на этой планете Земля, на земле нашей Самаре, на которой мы родились. Всем миром мы едины. И поэтому вот сейчас вы рядом с нами, и вы для нас тоже родное сердце. И поэтому, когда воспринимаешь каждого человека как родное сердце, вне зависимости от того, какие поступки он совершает и так далее, то мир становится светлее и прекраснее, потому что тем самым мы друг другу помогаем не забыть, что, ну, у нас на самом деле очень много добра и прекрасного и замечательного. Ну, а я хочу сказать со своей стороны, что вот общаясь с вами, да, ваше сердце добро и глаза светятся вот исключительно таким добрым светом. Очень приятно с вами общаться. Спасибо вам большое. Ну, а в конце программы такой, позвольте, небольшой блиц-опрос для вас. Я задаю фразу, ну, а вы, пожалуйста, ее продолжите. Семья – это вера. Это единство. Один за всех и все за одного. Вот так вот. Счастливый брак строится на… Любви. Безусловной. Денис. Любви, уважения, немножко терпения. Мы вместе, потому что… Потому что мы едины в созидании. Денис. Потому что по-другому и не могло быть. Прекрасно. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. Я, конечно, хочу предоставить вам небольшое слово для поздравления таких же счастливых семей с этим замечательным праздником. Пожалуйста. Родные люди, мы поздравляем вас с этим прекрасным, замечательным праздником. Любви, верности, чистоты. Мы желаем каждому сердцу мира, тихой радости, проживать счастливые моменты, из которых и складывается наша жизнь. И все, все, что в жизни происходит, направлять в светлое русло, в созидание. Спасибо. Ну, а Денис, наверное, дополните жену? Да, конечно. Ну, счастье каждой семье, прибавление. Ну, у кого семьи нет, желаю обзавестись своей половинкой. Обязательно. Встретить свое счастье. Спасибо вам большое, с праздником вас. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». И в конце программы я анонсирую еще один сюжет за заслуги воспитания детей. В преддверии Дня семьи, любви и верности глава Самары Елен Лапушкина наградила почетными знаками многодетные семьи. Вот как это было, посмотрим в репортаже Светланы Кудрявцевой. 65 лет семейной жизни пролетели, как один день, признаются супруги Ковшовы. В этом году отмечают железную свадьбу в окружении двоих детей, троих внуков и восьми правнуков. Поэтому в своем рецепте семейного счастья супруги Ковшовы уверены, как никогда. Это и просто, и сложно в том числе. Ну, во-первых, надо иметь хорошие семейные традиции. А я скажу, что любить и уважать друг друга мало. Мало того, надо понимать, в доме мужчина хозяин. Хозяйка – это я, он глава семьи. Детей надо воспитывать, образование им дать. Поставить нам на ноги, чтобы они сами могли работать, выучить их. Таких образцовых семей Самарской области много. Сегодня их чествовали в торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самара. В преддверии Дня семьи им вручили медали за любовь и верность. Эту награду получают семьи, прожившие в браке более 25 лет и воспитавшие достойных детей. 27 лет, 5 родственников. Инициатива больше детей была, жены больше, я как-то этот, но я сейчас жалею, что этот, надо было 7-8 лет. Спасибо властям, что обращают на нас внимание, работают с многодельными семьями. Спасибо президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину, потому что законы такие принимают. Супружеские пары поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Для каждого человека в мире самым главным, самым приятным местом является домашний очаг. Где его ждут, где его поймут, где его поддержат. Семья для нас это остров уюта и покоя. Но еще крепкие, благополучные семьи это основа государства. И я хочу вам сказать слова благодарности за то, что вы много-много лет несете в себе это чувство взаимного уважения, любви и преданности. День семьи, любви и верности – это праздник не только для юбиляров семейной жизни. 8 июля в Самаре запланировано много праздничных мероприятий для жителей и гостей города. Телеканалу Самары Гиз 15 лет с 16 июня по 31 июля 2022 года участвуйте в конкурсе и получайте подарки. Для этого подпишитесь на группу телеканала Самары Гиз в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники Телеграм. Пришлите нам фото или видео поздравления телеканала Самары Гиз на электронную почту конкурссобакасамарагиз.ру. Выложите фото или видео поздравления телеканала Самары Гиз с хэштегом «Самары Гиз 15 лет» на своей странице ВКонтакте. Победители конкурса получат сертификаты в фитнес-клуб и в стоматологическую клинику и другие памятные призы. Конкурс не является стимулирующим мероприятием. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов и месте получения на нашем сайте www.самарагиз.ру. Для лиц старше 16 лет участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы от любимого телеканала. Субтитры подогнал «Симон»!